С вами с новинками компании MLSight, а именно камерами. Также я расскажу об особенностях, ключевых функциях и особенностях, с помощью которых можно будет продвигать и продавать данные камерам. Давайте немножечко поговорим о компании. Компания MLSight специализируется на производстве IP-видеонаблюдения, IP-камер, мегапиксельных IP-камер. Штат ее — это большое количество разработчиков, более 80% штата компании — это R&D, разработчики с более чем 15-летним опытом разработки систем видеонаблюдения. Компания обладает собственным производственным цехом, собственной линией сборки, тестирования и упаковки. Ну и давайте сразу перейдем к новым моделям. Новые модели у нас представлены в нескольких форм-факторах. Первый — это цилиндр, второй — это новая куб-камера с поддержкой Wi-Fi, и третий — это профессиональные цилиндрические камеры с внешним управлением в фокусном расстоянии. Так, давайте рассмотрим цилиндрическую камеру серии Mini. Особенность данной камеры заключается в том, что, во-первых, она защищена от пыли и влаги по технологии IP67, у нее новый стандарт подсветки, самое последнее достижение в области ИК-подсветки. Она поддерживает POE и также программно и аппаратно поддерживает TrueVDR и DVDR. Чуть попозже я объясню, что это такое. Также поддерживает карты памяти и обладает умной ИК-подсветкой. Что такое умная ИК-подсветка? Чуть попозже я подробнее остановлюсь, но вне зависимости от того, насколько близко или далеко вы находитесь от камеры, засветить ваше лицо не получится. Подсветка будет автоматически регулировать свой уровень. Так, давайте посмотрим следующую камеру, замечательную. Это кубическая камера серии Mini. Она поддерживает Wi-Fi. Как видите, разрешение у нее 720 1080p. Естественно, есть автопереключение на режиме день-ночь с помощью ИК-фильтра. Встроенная подсветка инфракрасная, а также пирсенсор, что очень важно. Пирсенсор – это одна из особенностей данной камеры. Этот сенсор построен на пьезоэлектрическом эффекте. Он ничего не выделяет, никаких полей излучений. Он только ловит тепловое излучение от человека. Соответственно, пирсенсор необходим для детектирования движений. Также эта камера поддерживает DVD-R. Позднее я все эти функции вам подробно расскажу. У этой камеры есть встроенный микрофон, а также встроенный динамик. Поддерживает данная камера карты памяти microSD и, соответственно, SDHC. И данная камера, естественно, питается по пое. Также у нее есть возможность питания от адаптера. Третья моделька – это цилиндрическая влагозащищенная IP-камера MLSIDE профессиональной серии. Обладает также степенью защиты IP67, варифокальным объективом. Дальность подсветки эффективная до 20 метров. Также последняя разработка в области ИК-подсветки. Также поддерживает обе системы ИТРУ-ВДР и DVD-R. Поддерживает карты памяти microSD. Также обладает умной ИК-подсветкой, как, собственно, и все продукты MLSIDE. Умная ИК-подсветка работает на базе как раз новой последней технологии самой ИК-подсветки, с самих диодов, плюс на программном управлении. Ну и здесь, возможно, управление фокусным расстоянием данной камеры. Итак, давайте рассмотрим продвинутые функции. Что это такое? С чего начинается камера? Условия для качественной картинки. Каковы они? Давайте их рассмотрим. Ну, для начала, что такое камера, в первую очередь? Это оптика. На что влияет оптика? Оптика влияет на качество картинки. Оптика очень зависима от уровня освещенности. Соответственно, уровень освещенности будет... Далее, очень важный момент, это объект съемки. Динамическая у вас сцена, которую вы снимаете, либо она статична. Все это будет влиять на качество камеры и качество картинки. Исходя из таких параметров, стоит и выбирать под конкретные задачи ту или иную видеокамеру. Далее, очень важной функцией является видеосжатие. Какие кодеки использует камера? С видеосжатием очень сильно связана пропускная способность. В зависимости от того, какой кодек будет использован, вам будет необходима та или иная пропускная способность. Ну и, соответственно, с пропускной способностью, с кодеками и с сжатием связана частота кадров. Она тоже будет влиять на количество информации, которое будет передаваться в единицу времени. От камеры до вашего видеорегистратора. Соответственно, с помощью вот таких параметров можно рассчитать примерный канал, который будет необходим для просмотра видео. Необходимую и достаточную скорость для качественного просмотра видео без задержки. Ключевые функции камер MailSite, в первую очередь, видеокодеки. Наши камеры поддерживают кодеки H.264, MPEG-4 и M.JPEG. Как, в принципе, большинство видеокамер, представленных на рынке. Матрица KMO с прогрессивной разверткой. Как я уже говорил, поддержка TrueVDR и DVD. 475-й интерфейс для управления ПТЗ. То есть, любую из наших камер вы можете разместить на устройстве ПТЗ, подключить ее к этому устройству и с помощью веб-интерфейса камеры совершать управление данным устройством ПТЗ. Поддержка карт памяти microSD. Поддержка POE. ИК-фильтр, ИК-подсветка. И я бы добавил, наверное, сюда еще умную ИК-подсветку. Это тоже очень важная и ключевая особенность. Также веб-интерфейс у нас спроектируем под браузеры Google Chrome, Internet Explorer и Firefox. Устанавливается плагин MS ActiveX для просмотра видео. Также работает на данный момент с дополнительным плагином из браузера Safari на Mac OS X. Давайте немножко поговорим о стандартах. Поддержка стандартов ONVIF и PSIA. ONVIF и PSIA, я немножечко подробнее остановлюсь, что это такое. Приблизительно рынок определен 70 на 30. ONVIF это 70%, PSIA это 30%. Поддержка в AIP SIP, тоже очень подробно на этом чуть попозже остановимся. Камера имеет свой встроенный SIP клиент, с помощью которого вы сможете зарегистрировать камеру либо на АТС, либо непосредственно на право-адре SIP связи и совершать звоночки на камеру. Для чего, каким образом, все это чуть попозже в конце нашего вебинара я вам расскажу. Ну и самые замечательные функции это Electronic PTZ, это электронное управление движением камеры, тоже расскажу о нем. Функция 3D-подавления шума, динамическая 3D NR. Датчик движения, маскировка зон, регионов интерес, так называемый ROI и BLC, компенсация фоновой засветки. Также некоторые наши модели камеры обладают встроенным микрофоном. Вот еще небольшая картинка об особенностях. VDR на данном этапе у нас, предыдущие модели, которые продавались у нас, скажем, до этого месяца, они имели диапазон WDR 100 дБ. На данный момент диапазон WDR 120 дБ, как и у всех представителей на рынке. В первую очередь, ключевой особенностью это, естественно, является 264-й кодек. Все три формата кодека, стандарты его, есть Base, есть Main и есть High. Все три мы поддерживаем. Инфракрасный фильтр для оптимизации изображения. Очень нечувствительная к внешней освещенности матрица, защищенный корпус, инфракрасная подсветка, поддержка ПОЭ, карточки SDHC и вандалы защищенности, а также ударозащищенность для некоторых камер. Маскировка зон, детектирование движения, два потока отдельных. Один поток с большим разрешением от камеры, второй поток с меньшим разрешением. Один призван для просмотра, второй призван для записи. Также второй поток используется для звонков. Он скрин дисплей, ОСД. Это информация, которую вы можете вывести на камеру сверху видео. То есть это дата, это название камеры и какая-то еще дополнительная информация. Автоматическое переключение между днем и ночью. Естественно, тревога и действия по тревоге. На них остановимся чуть далее. Ну и, собственно, сама функция WDR. Итак, давайте чуть подробнее о технических характеристиках. Разрешение Full HD. Практически все камеры обладают разрешением Full HD, либо HD. Либо 720p, либо 1080p. Я думаю, объяснять сейчас не надо. Все у нас прекрасно понимают, что чем больше сейчас разрешение, тем вроде как бы лучше. Для камеры, с другой стороны, мы с вами будем из-за высокого разрешения сталкиваться с другими проблемами. Например, такие как пропускная способность. И количество камер с высоким разрешением. А также ресурсоемкость серверов для воспроизведения некоторого количества камер с высоким разрешением. Автоматическая экспозиция. Естественно, это определенная цветокоррекция, которая помогает оптимизировать картинку к субъективно хорошей. Также данная функция автоматический баланс белого. Также призвана привести картинку к реальному виду. Цифровое подавление шума. Данная функция в основном помогает в съемке в ночное время. Очень хорошо убирает зернистость. Тоже служит для оптимизации изображения, которое вы получаете на видеорегистраторе, которое вы записываете. Компенсация фоновой засветки. Ну, собственно, как и написано, увеличивает время экспозиции объекта. И путем этого добивается эффекта отсутствия темных участков на вашей картинке. Широкий динамический диапазон. Давайте немножечко подробнее поговорим о том, что это такое и каким образом этот диапазон применяется. Во-первых, это технология съемки изображения с затемненными участками, при которой затвор диафрагмы открывается дважды. При такой технологии съемки в первый раз используется высокая скорость затвора, затем обычная. Наложив полученные кадры друг на друга, можно получить качественное изображение, на котором нет ни слишком ярких, ни слишком темных участков. Данная функция у нас в камерах есть разная. Есть DVD-R, который поддерживает практически все наши камеры. Есть True VDR. DVD-R – это Digital VDR, соответственно, это программная функция. А True VDR – это программно-аппаратная функция. И ф-красный фильтр. Собственно, назначение его блокирует избыточное ИК-излучение. В дневное время он корректирует цветопередачу, а в ночное время повышает освещенность изображения. Есть как автоматический режим, так и есть режим переключения по расписанию. Детектирование движения. Естественно, у каждой камеры должна быть какая-то аналитика. Тоже детектирование движения. В наших камерах оно тоже присутствует. Оно настраивается на несколько определенных зон, до четырех зон на данный момент. Все эти зоны могут настраиваться по чувствительности. То есть, насколько чувствительным детект должен быть, чтобы у вас муха, когда пролетала, у вас движение не активировалось, и камера вам, ну и названивала, не записывала тревожные события. Маскировка зон соблюдает приватность в режиме просмотра видео в реальном времени. И самое главное, данная маскировка, она не пишется в ваше видео, которое пишется на регистратор. То есть, любой оператор, который будет смотреть в экран, он будет видеть зоны измаскированными. А на просмотр уже записанного архива эти зоны можно будет снять и совершенно свободно просматривать вместе с этими зонами. Инфракрасная подсветка. Эффективная дистанция подсветки от 15 до 30 метров. И, соответственно, у нас есть умная инфракрасная подсветка, которая автоматически регулирует силу подсветки в зависимости от положения объекта, ближе и дальше от камеры. Вот это очень интересная функция, регион of interest, области интереса. Данная функция практически уникальна. Она позволяет вам выбрать определенную область на сцене камеры, которую вы снимаете. И задать эту область высокой детализацией. То есть, допустим, вам нужно снимать, как показано на картинке, только дорогу и проезжающие по ней машины. А все, что выше, здание, небо, вас не интересует. Соответственно, мы можем выделить ту область, которую мы хотим получать в хорошем качестве. Применить настроечки и после этого снизить трафик приблизительно вдвое. За счет того, что верхняя часть картинки, там где у нас написано lower quality, она будет в более низком качестве. Там, в принципе, достаточно все хорошо видно, но более низкое качество детализация будет ниже. Соответственно, поток можно будет сократить. Если это вы снимаете в 1080p Full HD, приблизительно вам необходим канал в 4 мегабита в секунду. С регионов интерес канала можно сократить до 1,5 мегабита в секунду. В зависимости от цены и от динамики вашей картинки. Итак, давайте немножечко подробнее поговорим про два стандарта ONVIF и PCE. ONVIF – это открытый форум протоколов сетевого вещания, отрисовый стандарт, который заработали Sony, Axis и Bosch. И он определяет протоколы взаимодействия таких устройств, как IP-камеры, кодировщики, регистраторы, системы управления видео. И сейчас еще больше. Сейчас и охранные системы, и пожарные системы. Все это будет чуть попозже в ONVIF Profile G. Подробнее об этом я думаю, что я напишу целую статью и выложу ее на сайте для вашего ознакомления. И стандарты PCE – альянс за 70 систем физической безопасности. Основная цель – разработка технических стандартов в сфере организации физической безопасности и программных платформ, объединяющих технологии на базе IP. То есть, по факту, это унифицированные коммуникации. Что для нас является плюсом для нашей продукции? Еще один плюс – это гарантийный срок. В стандарте ONVIF гарантийный срок определен как 12 месяцев. Гарантия на наши продукты составляет 24 месяца. Итак, давайте разберем с вами, что же камера умеет и зачем это нужно. Допустим, у вас наступила тревога. Тревога может наступать по детектированию движения. Если камера потеряла сеть, она будет осуществлять запись на SD-карту. К камере можно подключать внешние датчики. АЛАРМ-ИО, так называемые тревожные входы-выходы. С помощью внешней датчик присылает сигнал, включается тревога на камере, начинается запись. Либо начинается звуковой сигнал, либо начинается звоночек. И аудиосигнализация. В некоторых наших камерах, там где встроенный микрофон, мы можем с вами задействовать так называемый триггер по повышению определенного порога громкости по децибелам. То есть, если у вас в комнате тихо, если кто-то начал разговаривать, камера включит тревогу и совершит тревожные действия, которые вы запрограммировали. Итак, значит, что мы можем по тревоге делать? В первую очередь, мы можем с вами по тревоге записывать файлы, либо делать скриншоты, записывать видео, либо делать скриншоты и отправлять их на FTP-сервер, отправлять по почте, записывать на SD-карту при условии потери сети, ну и в принципе без условия потери сети просто записывать на SD-карту. Можем также подавать звуковой сигнал и можем совершать звонок. Звонок мы можем совершать по СИП. И давайте подробнее. Теперь поговорим о поддержке СИП, что это такое, для чего это нужно и каким образом это использовать. Итак, СИП и системы «Умный дом». Представьте себе, что у вас дома стоит камера, настроенная на детектирование, скажем, звука. У вас проснулся ребенок, звук превысил определенный порог и камера совершила вам звоночек, либо начала запись видео. Звоночек можно совершать на видеотелефон. Есть приложения специальные для iOS и Android, то есть это любые устройства типа планшета или мобильного телефона. Также звоночек можно совершать на видеософон на компьютере. Вот приблизительная схема построения сети вместе с камерами видеонаблюдения. Видите, в центре у нас свитч, камеры подключены к свитчу, присутствует сервер видеорегистрации и сервер IP видеорегистрации. То есть мы по факту с вами можем иметь доступ к аналоговым камерам и к IP-камерам. Доступ удаленный возможен через специальные приложения на телефоне либо через клиент-серверное приложение WMS. О нем более подробнее я расскажу чуть позднее. Приблизительная схема построения крупных предприятий. Как видите, здесь уже представлены унифицированные коммуникации, потому что здесь присутствует и телефония, и видеонаблюдение. Ко всему этому есть свободный доступ через интернет. Используя белые адреса или используя динамические адреса, тут в принципе без разницы. Также можно камеры использовать для личных целей. Например, видеонаблюдение дома, в коттедже, в гараже. В принципе, где угодно. Для дистанционного обучения замечательно используют данные камеры. То есть это их назначение. Есть очень замечательный прецедент, так скажем. Молодой математик проводит дистанционное обучение и собирает приблизительно более 200 тысяч пользователей. Естественно, не единовременно, но аудитория составляет 200 тысяч пользователей. Проводит он уроки математики. В таких уроках задействованы уже и Россия, и Казахстан, и многие другие страны. Соответственно, это очень актуально, сейчас развивается, и для этого можно использовать замечательные камеры MailSite. Ну и мы можем с вами использовать, в принципе, камеры для различных сценариев. Это видеонаблюдение дома, охранное наблюдение, наблюдение в офисе. Давайте подробнее немножечко поговорим о видеовызове, о том же, зачем он все-таки нужен, как с ним работать. Один из примеров я вам привел. Допустим, детектируется движение, или детектируется превышение уровня звука, и вы получаете звоночек либо на ваш мобильный телефон, подключенный с подключенным софтфоном, поддерживающим видео, либо на видеотелефон, на планшет, на компьютер, без разницы. Где еще можно использовать такую технологию? Допустим, вам необходимо поставить камеру в место, откуда интернет-канал очень слабенький, и постоянно гонять по этому интернет-каналу видео, для того, чтобы постоянно его просматривать, не представляется возможным. Видео можно писать локально, а тревоги можно будет отправлять как раз по СИП. В первую очередь, тревога будет отправляться, звоночек по СИП, он будет отправляться второй поток, который имеет максимальное разрешение 640 на 480, соответственно, не будет заниматься сильный канал, ну и, во-вторых, это будет кратковременное занятие полосы пропускания, что не сильно помешает работать, например, остальному сотруднику. Собственно, вот замечательный пример с играющими ребятишками, со звоночком по СИПу, то есть домашнее использование, использовать можно как видео-няню с маленькими детьми, и также использовать можно в больничных учреждениях, в домах престарелых, для чего подойдет замечательно. Подойдет, причем, наша новая куб-камера, одну особенность я очень важную ее упустил, у куб-камеры есть сбоку замечательная кнопочка, которая активирует вызов на заранее запрограммированный номер, либо IP-адрес. То есть, в принципе, вам ничего не нужно делать, не махать перед камерой, ничего, нужно просто нажать на кнопочку, а камера совершит вызов, и вы сможете сказать свою проблему. Такие камеры использовать можно... Вот, на данной картинке показан повышенный уровень шума, камера зафиксировала его и совершила звоночек. Использование дополнительных датчиков. Например, такие датчики можно использовать в коттедже, в загородных участках для чего. Вы подключаете датчик к камере, в аларм ИО, и по детектированию движения камера может послать на данный датчик сигнал, который, например, включит свет на территории вашего участка, либо включит тревогу, либо сирену. Ну, на этом хотелось бы, наверное, закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, прошу вас задавайте. На все вопросы я постараюсь ответить, на которые... На положение для смартфонов с поддержкой видео. Да, конечно. Можно и с поддержкой видео, да, но если вы хотите просто послушать камеру, у которой есть встроенный микрофон, можно, в принципе, позвонить на камеру и просто послушать. То есть она и обычный звоночек по аудио в 711-м кодеке, либо в кодеке... Очень замечательный у вас вопрос. Давайте с вами, наверное, поближе пообщаемся уже в почте. Можете написать нам запросик на support.sobaka.epimatic.ru, запрос по камерам. Есть какие-то интересные проекты, и вы не знаете, подойдут наши камеры или нет. Вы можете свободно совершенно присылать нам на support.sobaka.epimatic.ru ваши запросы, вопросы, предложения.